Падающие звезды всегда вызывают у людей искренний восторг и удивление. Они заставляют нас поверить в магию, романтику, испытать судьбу, загадывая желания. С 14 по 25 апреля жители Земли смогут стать невольными свидетелями ярчайшего звездопада, который, по данным НАСА, будет существенно отличаться от других подобных потоков в течение года. Его главной особенностью станет внешний вид. Вместо длинных светящихся хвостов, которые тянутся за падающим объектом, астрономы-любители смогут разглядеть короткие взрывные всплески, называемые огненными шарами. Даже несмотря на то, что летом звездопад Лериды выглядит в разы мощнее, люди, отправившиеся наблюдать за ним, не будут разочарованы. Как правило, во время метеорового пика наблюдается около 18 метеоров в час. Однако в некоторые годы число может сильно превышать норму. В настоящее время уже проходит такое событие, как поток метеорный Лерид. В чем это выражается? Маленькие частички 0,3 грамма, 0,3 миллиметра в диаметре влетают в атмосферу Земли, сгорают на высоте 80 километров, ионизируют воздух. И вот как раз эти светящиеся звездочки, падающие, мы все с вами и наблюдаем. Но можно светящемуся воздуху и желание загадать. Звездопад можно наблюдать и невооруженным взглядом, без использования специального оборудования. Главное, правильно выбрать место обзора. Специалисты утверждают, что спрятавшись от источников света за городом, необходимо поднять голову к небу и стараться смотреть не на источник падающих звезд, так называемый радиант, а немного в сторону от этой точки. Именно тогда можно будет увидеть самые яркие длинные метеоры. Кроме того, для жителей северной части нашей планеты звездопад будет в разы ярче. Как его наблюдать? Наблюдать с 1 часов вечера до 3 часов утра лучше всего за городом, потому что засветка в Казани, разумеется, ничего хорошего для наблюдения нам не принесет. Также этот поток ни сегодня, ни завтра. 23 числа будет как бы пик, и до конца месяца можно опять-таки это все будет смотреть тем, кто любитель смотреть на метеорные потоки. Пропустить это событие будет очень большой ошибкой, ведь такого живописного звездопада жители Земли не увидят вплоть до следующего апреля. Все, что нужно сделать, запастись теплыми вещами, выехать подальше от городской суеты и стать свидетелем самого настоящего природного волшебства.